Привет, мои дорогие девочки! Сейчас мы будем делать расклад чувства соперницы к вашему мужчине. Вы меня это попросили, sorry, и сейчас мы сделаем расклад на чувства соперницы к вашему мужчине. Почему это интересно? Девочки, я вам скажу одну вещь. Сейчас реально очень много, из-за вот этой феминизации какой-то, из-за того, что мужчины становятся наравленец с женщиной, из-за того, что уже, знаете, где-то ориентиры какие-то потеряны, что мужик должен там зарабатывать, а женщина дома содержать домашний очаг. И женщины начинают соревноваться друг с другом. И у женщин, я заметила сейчас, очень много у кого заниженная самооценка. Из-за этой заниженной самооценки, неудовлетворенности мужчинами, получается, женщины бессознательно начинают соревноваться с другими женщинами. То есть в отношении мужчины не идёт какая-то женская солидарность, а в основном идёт какая-то конкуренция. Даже не ради своего мужика, не ради мужчины, а только для того, чтобы где-то выглядеть лучше, чем какая-то другая женщина. И реально это распространено. Так что в первую очередь даже обратите внимание, эта женщина, которая проявляет интерес к вашему мужчине, она действительно хочет с ним какие-то отношения построить? Либо она просто вот хочет замуж, а бы за кого? А таких тоже предостаточно. Либо она своё самомнение пытается свою самооценку поднять за счёт того, что у этого мужчины есть другая женщина. Вот таких вот женщин становится всё больше и больше. Я, например, за женскую солидарность. Если мужик, в принципе, занят, это всё равно, в принципе, к нормальным каким-то отношениям всё равно не приведёт. Поднимаете? Потому что мужик будет метаться. Одна будет его в одну сторону, другая в другую. Это реально на женскую, знаете, даже вибрацию влияет плохо. А потом оно аукивается. И причём даже через поколение вот это вот всё идёт. Я вам даже вот как-нибудь сниму видео, что я вам скажу одну вещь. Что, например, если у ваших там бабушек, прабабушек, они вот жили не с теми, но вот жили ради того, чтобы жить с мужиком, да, потом идёт раскачивание такое даже в поколениях. И получается, дочки, а иногда внучки, иногда и правнучки, они, знаете, уже гуляй не хочу во все стороны идут, только для того, что вот это вот оно тянется, да, через от женщины к женщине, от матери к дочери по пуповине. Так что действительно вот эти вот всякие моральные ценности, что мужчина там не должен изменять, любить одну женщину, не надо сравнивать нас с животными. Мы не животные, да, мы не в той цепочке пищевой, как там Дарвин говорил, да, совершенно другое. Не надо говорить, что мужики там полигамные и всё остальное. Ну, это моя такая точка зрения. Ладно, чувство соперницы к вашему мужчине. Давайте посмотрим. Сначала будем раскладывать с вами на эротическом Таро Монары. Мы посмотрим, вот, что вообще она от него хочет, да, что она желает, девочки. Что она желает. Для чего это мы раскладываем? Не просто ради любопытства, мои дорогие, да, а вот в зависимости от того, что вы сейчас вытянете, да, вы в зависимости от этого и действуете. Если она будет у вас хотеть замуж, да, за вашего мужчину, значит, надо его выставлять в таком свете, что он не очень хороший, как, там, будущий муж. То есть вам вот это даёт такое вот поле для манипуляций, мои дорогие, для того, чтобы сохранить те отношения, которые вы хотите сохранить. Так, первый вариант, второй, третий, четвёртый. И на цыганском Таро мы снизу вот посмотрим, как она это всё реализует именно в жизни, да, как она с ним разговаривает, что она им говорит вообще. Итак, девочки, если вы вот переживаете насчёт соперниц, не переживайте, мои дорогие, да, соперница, соперница рознь, и это всё равно как лакмусовая бумажка, да, в ваших отношениях с мужчиной. Не таите на него какую-то вот обиду, да, пытайтесь хотя бы это не сделать. Если вы хотите мужчину, да, себе удержать, то удерживайте его теми способами, да, которые мы с вами тут разбираем и гадаем на мужчину, смотрим на его там чувства к вам. Манипулируйте своим мужчиной. Это то же самое, что, знаете, как вот даже собаку завести, и собаку уже надо выгуливать, кормить, дрессировать, для того, чтобы с ней было комфортно. То же самое и с мужчинами. Почти то же самое. Особенно с кобелями. Ну что, давайте посмотрим. Чувства соперницы к вашему мужчине. Девочки, первый вариант. Что она чувствует по отношению к вашему мужчине? Ну что у нас тут выпало? У нас выпала карта влюблённых, король посохов и семёрка чаш. Девочки, она, если честно, на нём подвиснула и влюбилась в него, да, он ей нравится. Причём как внешне нравится, нравится там его голос, как он говорит, манера его общения. Вот она, когда на него смотрит, она, знаете, чуть ли не губу так поджимает от такого удовольствия, какого-то восторга видеть этого вашего мужчину. Она, кстати, очень поверхностная в отношениях к нему, да. Она такая, я влюбляюсь, а обо всём остальном я подумаю позже, девочки, да. Я бы не сказала, что в ней говорит такое, знаете, она вот о всём таком материальном, о каких-то проблемах, о том, что у него могут быть жена, там, дети или ещё что-нибудь. Она думает в самую, как говорится, последнюю очередь. Ей льстит внимание мужчины, да. Возможно, он где-то ей комплиментики какие-то говорит. Он реально, то, что я сегодня с утра, ой, с утра говорю, то, что я вам сейчас вот говорила, да, что она поднимает свою самооценку за счёт внимания вот этого вашего мужчины. Оно вот тут вот на картах так и проигралось, да. Она видит внимание короля посохов к себе и ей это льстит. Она как наркоманка, которая, знаете, будет выделываться перед ним, выделываться, чтобы получить вот эту дозу какого-то драйва, когда мужчина обращает на неё внимание. Вот такие вот дела. Она, знаете, очень такая мечтательная, но она не думает далеко наперёд. Она, знаете, вот мне напоминает вот такую вот, знаете, розовую овечку, которая, либо у неё, знаете, мозгов маловато на самом деле, да, когда мужчину, если достают методично, то его достают методично, а у неё никакой, в принципе, методики нету. Насчёт того, что он находится в каких-то других отношениях девочки, да, ей это не помеха. Она может быть любовницей на самом деле. И она... Тут нету никаких конкретных таких принципов, да, моральных норм у неё, либо каких-то таких вот планов методично этого мужчину себе забрать. Она просто выделывается при нём, понимаете? Выделывается, чтобы получить вот эту долю мужского внимания в первую очередь к себе. Вот это уже, знаете, любовь, чтобы ах, вот то, что она видела там в сериалах каких-то, да, в каких-то фильмах, и испытывала вот такие вот чувства, подъём такого адреналина, каких-то, знаете, смешанных таких вот волнующих чувств, вот она ждёт от этого мужчины. Её очень легко обидеть, мои дорогие. Как с ней бороться вообще с этой соперницей девочки? Самый большой удар для неё будет, да, когда демонстративно ваш мужчина будет выбирать не её, по каким-то внешним признакам. Она вроде бы плохого и ничего и не делает, да? Я имею в виду, вот как на неё влиять. Вот она ничего такого плохого не делает, чтобы заставить вашего мужчину, например, прекратить с ней общаться, да? А она будет, ой, а что это я такого сделала? Почему-то ты там меня удалил с друзей, или ещё что-нибудь сделал. Она будет, так знаете, недоумевать, потому что вроде бы она нихрена плохого не делает. Доказать ей, что она там манипуляторша такая откровенная, то тоже будет по этому варианту тяжеловато. Я бы била вот сейчас, девочки, по её внешности, да? Для того, чтобы забрать своего мужчину к себе, надо сделать так, чтобы она поменьше перед ним выделывалась и чувствовала себя такой, знаете, уверенной и самоуверенной красоткой, да? Когда женщина этим не пышет, мужчина тоже к ней не тянется. Она просто вызывает вот такой вот интерес, да, как к персоне, может быть, какой-то интересной. И когда она думает, да, я красивая, она начинает в этом, кстати, убеждать и других мужчин. С неё тогда прёт эта сексуальность. Поэтому я бы, например, била по её внешнике для того, чтобы своего мужчину забрать. Она хочет любви и не смотрит на других женщин. И я бы даже сказала, что я, например, встречала очень часто такой яркий типаж женщин, которым пофиг. Но очень легко их бьёт по самолюбию, очень сильно падает в минуса их самомнение, именно когда кто-то проезжается критически по их внешности, по манере говорить, да, по той работе, на которой она работает, да. То есть если вы будете выезжать, если она, например, следит за вашими социальными сетями и сравнивает себя с вами, то вашим преимуществом будет, если вы будете выставлять в себя в более красивом свете, чем она. Причём, например, блондинка и рыжая, чем тупее тут будет блондинка, да, ну, неважно, какого цвета у неё волосы, чем она тупее будет, тем больше она будет сравнивать вас именно с собой. Так делают иногда, знаете, вот такие вот начинающие алкашки, грубо говоря. У них, как говорится, мозг уже атрофировался, они уже не сравнивают там материальное положение и всё остальное. Они сравнивают себя и свою соперницу именно по внешним признакам. Типа, если она думает, что она, ну, допустим, девочки, да, она блондинка в леопардовой шубе. Для того, чтобы её унизить своим присутствием и показать, что вы лучше её, вы должны быть блондинка с длинными волосами в более дорогой, в более яркой шубе, понимаете? Вы должны сравнивать себя по её параметрам и злить её этим, понимаете? Потому что вот реально часто, часто я вот сейчас вспоминаю разные такие типы же женщин, которые и мне тоже встречались, которые пытались, вы думаете, у меня там уже не пытались увезти, да сколько таких было, красоток, понимаете? У меня дождик за окном идёт. Сколько пытались вот такие вот, да, но они всегда рассчитывали на какую-то любовь, чтобы им говорили такие классные, красивые слова, да. И мой, например, тоже прекрасно может проехаться по ушам, женщина влюбляется в его слова, и ей потом аж хочется звонить ему, и чтобы он опять ей что-то это говорил, когда он хочет или когда не хочет, понимаете? Вот это такой вот отвратный вариант девочки на самом деле. Но лучшее, что вы можете сделать, это действительно, знаете, унижать все её внешние достоинства, не напрямую, да, а показывая, что вы лучше её. И она будет всегда думать, что мужчина выбирает другую, потому что та другая лучше, и тогда она будет отступать. А давайте ещё на этот вариант. Ну, такой вот подлинненький вариант выпал, да. Так, как её победить, эту соперницу? Вот смотрите, и карта бланка. Девочки, вот тут как бы, знаете, странно не звучало, но тут пойдут все способы, которые она использует, которые она использует по отношению к вашему мужчине, да. Если вы замечаете, что она этот сделала, сделайте то же самое, но лучше. Вот если вы будете даже просто, как обезьяна, повторять за ней действия, но вы же у меня умнее, да, вы уже видите её какие-то ошибки, вы можете это сделать намного лучше. И вот это будет побеждать, мои дорогие. Она там хихикает, перед вашим мужчиной там, грудями жонглирует. Почему бы и вам не сделать это, но сделать это более, знаете, красивее? Возможно, тут, девочки, для некоторых из вас это будет снижение планки. Вы будете думать, я не такая, да я, чё я буду себя сравнивать с этой обезьяной, да, или ещё что-нибудь. Но, но вот именно вот это, оно, оно будет её злить, понимаете? И она будет чувствовать себя намного хуже, чем вы. Понимаете? Слишком она как-то уверенная в себе. Её надо злить и вырубать тем, что вы лучше её. Причём, мужчине, вот смотрите, у неё выпала, кстати, семёрка чаш, а у вас девятка чаш и карта бланки. То есть, я вам скажу так, она тут основывается на том, как ведёт себя мужчина по отношению к ней, да? У вас есть большой бонус и вообще большой плюс, что у вас девятка чаш и вы выпали, да, картой бланкой по отношению. То есть, во-первых, вы как хамелеончик можете меняться, во-вторых, вы можете дарить на, как говорится, две ступени лучшую любовь к этому мужчине, да? Единственное, что вот реально вам надо быть таким хамелеончиком. От неё вот мне, знаете, чем веет? Мне веет от неё очень лёгкодоступной такой вот женщиной, которая и пытается выглядеть очень лёгкодоступной, да? вот такой вот вариант. А ещё один такой момент, девочки. Если вы загадали не своего мужчины, не своего мужчину, а загадали чужого мужчину, да, бывает и такое, и считаете ту женщину, с которой он живёт, своей соперницей, то тут, конечно, тут, конечно, вот в этом варианте, вот эта карта влюблённых, да, она может говорить, что к вам он как раз-таки может и бегать за недостающими эмоциями и всё равно возвращаться к ней, понимаете? Всё потому, что она умеет им лучше манипулировать, чем вы. Ну, в общем, тут такой вот сложненький вариантик у вас выпал, мои дорогие. Так, второй вариант. Чувство соперницы именно девочки к вашему мужчине. Король огня выпал, так, туз мечей, 21-й старший аркан и двойка колёс выпала. Знаете, тут вот соперницу вообще никак не показывает, да, она в этом раскладе реально скрыта именно за мужчиной. Дело в том, что вот то, что появилось у вас, грубо говоря, соперница, вы не считаете её соперницей, это больше, знаете, на что похоже, на кальку ваших с ним отношений, да. Дело в том, что тут в первую очередь решает именно мужчина, и он так, показывая, что у него, может быть, где-то есть отношения на стороне, да, и вообще появилась другая, это просто показывает то, что ему где-то в отношениях стало очень неуютно, очень неуютно. И, возможно, девочки, если вы, например, в браке с этим человеком, да, и вы видите, что ваш мужчина, как говорится, сквозь пальцы, как песок, как вода, уходит от вас, и не вините в основном здесь соперницу, потому что здесь именно идет мужчина с его вот этим вот выбором. Дело в том, что он, вот смотрите, туз мечей выпал, да, 21-й старший аркан выпал, и двойка колес, это все связано с таким, знаете, жестким выбором мужчины, с кем быть. И все из-за того, что он либо чувствует, что он где-то с вами не тянет отношения, да, либо ему у вас не хватает каких-то таких основных каких-то вещей, которые ему нужны. И тут получается, мужчина делит мир на черное и белое. Он не ищет 50 оттенков серого, мои дорогие. Тут вы выбрали не соперницу, тут выбрали вы мужчину, который, который, знаете, пытается решить в своей жизни с кем быть ему для того, чтобы ему было в первую очередь комфортно. И я вам скажу, король огня здесь, он хоть и такой, знаете, резкий, но еще такое ощущение, что он скоро уже запутается во своей лжи, потому что он и там врет, да, и вам врет, и сам себе может врать. И у него это, у него где-то в семье кто-то такой вот был, да, по мужской линии, кстати, может дед какой-нибудь или отец и все остальное. Обратите внимание, если вы видите, как он раньше жил, на чьи примеры он смотрел. И тут такой девочке вариант, да, так как мужчина выбирает либо белое, либо черное, он либо с вами останется, да, и выберет точно вас сто процентов, либо к ней уйдет, да, и тоже это такой выбор, но если хотите именно с ней выяснять отношения, не стоит, да, тут надо главное разговаривать с этим королем огня, то есть его настраивать, вы как его повернете, так оно и будет. Будете ли вы этим белым или черным и что выберет именно ваш мужчина вот этот? Он уже, знаете, вот готов с кем-то поставить точку, тут не будет таких затяжных каких-то отношений. Что он к ней чувствует, к той сопернице? А что он к вам чувствует? Вот, девочки, обратите внимание, да, вы выпали королевой огня, а он королем огня, да, парой выпали огненной, а вот с ней получается выпала вот эта вот колесница, да, седьмой старший аркан, это получается, знаете, она не случайно у него появилась, он как будто, знаете, на другой, на другую ступень своей жизни переходит, и вам надо шагнуть, если вы хотите быть с этим мужчиной, вам надо шагнуть на эту новую ступень, получается, возможно, скорее всего, этот какой-то дисбаланс у вас, не то, что в отношениях, да, а в жизнях, либо он там, знаете, пошел на какую-то новую должность, перешел на новую работу, у него там вот какие-то вот изменения в жизни идут, помимо отношений, да, и получается, что вот он когда переходит на новый этап своей жизни, вот по этой вот колеснице, да, а эта соперница, это просто какой-то даже инструмент его этого нового перехода, но тут можете спокойно пережить это вы, да, вы можете остаться с ним в паре, если вы не будете считать эту соперницу за соперницу, да, главное вам шагать в ногу со своим вот этим огненным королем, вы королевой огня выпали, у вас больше взаимопонимания, да, больше всего, я вам скажу так, он с этой, как говорится, соперницей, если он уже с ней там где-то очикается или чпокается, то он с ней долго не будет, она ему нужна только для перехода на следующую ступень своей жизни, а вы можете перейти с ним, тут девочки либо где-то простить его, да, закрыть на что-то глаза, не вступайте с ней, с этой соперницей в открытые конфронтации, потому что это будет, знаете, Дон Кихот с мельницами сражаться, вам надо именно со своим мужчиной находить сейчас общий язык, да, реально, если он куда-то развивается, вам надо в ту же степь пытаться развиваться, да, помогать ему, помогать себе, и чтобы он видел, что вы вместе с ним в этот новый мир переходите, да, а она только тут вот, я думаю, знаете, если вас это все не подкосит, да, то этой вашей соперницы не будет, и останется он с вами, но от вас тоже очень много чего зависит, вы сами его можете бросить из-за вот этой вот соперницы, да, тут все равно какую-то точку кто-то поставит, даже можете и вы сами эту точку поставить, потому что вам это надоест, потому что вы тоже решаете в паре, понимаете, вот такие вот дела, мои дорогие, тут соперницы, как говорится, как таково не выпало, третий вариант, котики мои, чувства, соперницы к вашему мужчине, так, восьмерка, огня выпала, 14-й старший аркан, всадник, чаш, паш, чаш, девочки, чувства, да тут, знаете, тут не сколько вот чувства, сколько мне, тут вот веет просто какими-то такими, знаете, очень интимными, даже не отношениями, да, не отношениями, девочки, с ношениями, да, тут вот просто, тут очень у вас вариант похож на вот этот вот девочки вариант, да, тут практически такая же ситуация была, но тут женщина, знаете, вот по карте влюбленных, она хотела, хочет вот этого внимания от мужчины, а тут именно вот она хочет, ну хочет, вы сами знаете чего, она, у нее такая, знаете, повышенная сексуальность, она вот пока не на, это, знаете, не напрыгается, понимаете, на койке, грубо говоря, она не успокоится, а вот мужчине нужно как раз таки и вот это, он всадником выпал, да, я бы сказала, что он ее не любит, да, он просто хочет куда-то тыкать, грубо говоря, девочки, понимаете, и вот так вот интересно, да, тут хоть паш-чаш выпал, да, тут 14-й старший аркан умеренности, да, но выпала как раз таки мужчина с двумя женщинами, понимаете, и одна хочет ему чашу свою дать, и другая хочет дать свою чашу, но если у этой паш-чаш это как будто бы, знаете, влюбленно зарождающиеся чувства, то вот тут вот после 14-й старший аркан, он идет после 13-го, да, то есть тут уже девушка пережила стресс, и я так думаю, может быть, это вы, а может и не вы девочки, ну, то есть та, которая с ним в паре была долго изначально, у нее в руке большой бидон, да, и она может, как говорится, и детей родить, и она семью может вести, и все остальное, и мужчина, как говорится, этот же бидон и держит, а вот, а у этой девушки этого бидона нет, у нее маленькая чашечка, она этому мужчине изначально не подходит, да, но ему, вот понимаете, этот кролик тоже не просто так, они, это просто сношаются, как кролики, понимаете, тут есть такая вот измена, скорее всего, она интимного характера, либо девочки, они до этого могут дойти, и вам надо его от этого уберечь, и я вам скажу, если он будет выбирать между ней и вами, он все-таки выберет вас, если вы как раз эта дама с бидоном, то есть с той, которая у него есть, уже сложились отношения, с той же девушкой он просто может просто погулять, да, ну попить с ее чашки, но он не напьется, ему это не надо, а вот у нее восьмерка огня выпала, вот, она хочет двигаться, понимаете, с мужчиной на кровати, вот такие вот у нее к нему отношения, серьезных чувств нету тут и с его стороны к ней, и у нее к нему, и я вам скажу одну вещь, даже вот по секрету, да, вот по вот этим вот картам, они могут встречаться именно только в одно определенное время, то есть у него не то, что есть ограниченное время для того, чтобы встречаться, то ли вот она, например, работает или еще что-то, вот у нее есть определенные часы, когда она может это делать, и у него есть тоже вот определенный такой канал, и если вот знать, когда он, нарушать вот эту им взаимосвязь, то вот чем больше они не будут встречаться, тем вот это вот у нее паш-чаш, он будет метаться, и она найдет себе другого кролика, понимаете? вот такие вот дела. Но у вас есть такой еще момент, да, что если я изначально говорила, что очень тяжело с некоторыми женщинами договориться, то я вам скажу, что вот с ней таки, если найти общий язык, то она вас может понять, как женщину, она уйдет с дороги. Ну вот такой вот, девочки, расклад. Третий был. Четвертый расклад, мои дорогие. Чувство соперницы к вашему мужчине. Она то приходит, то уходит, она пытается, знаете, им манипулировать, шантажировать, претензии ему предъявить, короче, она очень много делает ошибок. Очень много делает ошибок. Да. Такие женщины быстро надоедают мужчинам. И я вам скажу одну вещь. Она говорит даже какие-то злобные слова. И вот как только она чувствует, что он уходит к другой, она начинает его пытаться шантажировать. шантажировать. Ты знаешь, если ты там пойдешь, то я там все расскажу твоей жене. Или там я не буду с тобой вообще разговаривать, можешь ко мне не приходить и все остальное. то есть она психует. И главная ее манипуляция это не ласково гладить его по голове и чесать за ушком. Она злобно манипулирует и очень много говорит разных гадостей. она может говорить разных гадостей про его семью, про его маму, что все такие сволочи вокруг. Это и ты, и ты мне изменяешь. Короче, очень такая отвратная бабенция здесь выпала, которая пытается, я бы даже сказала, это психопат, она пытается им манипулировать такими шантажами, враньем, я вам скажу одну вещь, да, он даже, если с ней, то может даже где-то больше из-за жалости, чем ради других чувств, либо даже он не хочет, чтобы она что-то может быть рассказала и из-за этого, да, он типа молчи, молчи, если ты скажешь и все остальное, а потом пытается может быть где-то к ней подблизаться, чтобы ее успокоить, чтобы она не наделала очень серьезных ошибок. И еще один момент вам скажу, да, у нее такая, у нее такие вот карты выпали, я вам скажу снизу, 18-й, 2-й и 11-й старшие арканы, да, ее преследует смерть девочки, либо у нее кто-то мертвый за плечами стоит, и потому она такая неуравновешенная и злая, либо уже как бы она может долго не проживет сама, либо у нее какой-то покойник в доме, и вот это вот, знаете, вот этот нервяк, вот это вот черное, что витает, оно дает на нее вот такую вот связь, возможно, у нее ребенок умер, да, в свое время, ну, короче, над ней очень покойный, прям, знаете, аж вот даже от этого расклада мне запахом таким тянет, ввязываться какой-то, противостоять ей, я бы, знаете, не советовала, потому что, как бы она там не улыбалась, или как бы она себя вела, жуткая запах гнилого, понимаете, разлагающегося тела от нее, ну, что-то тут такое очень нехорошее выпадает, и очень много злобы в ней, хоть вот на этих картах не особо видно, да, но что-то мне подсказывает, что тут что-то гнилое рядом с ней, понимаете, либо ее, либо какая-нибудь лярва такая, знаете, давно ее, как говорится, имеет, понимаете, тут на самом деле страшные у нее карты про отношения с мужчиной, знаете, хотела рассказать, а тут чувство соперницы к вашему мужчине, у нее нету чувств к вашему мужчине, нету девочки, у нее только есть шантаж, какие-то проклинания, плохие слова, жужжения какие-то, но это все связано с тем, что уже, знаете, запах сырой земли тут прям очень сильный, но девочки, больше пока не буду говорить по этому раскладу, вот такой вот вариант, мои дорогие, пока-пока. пока.